Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Надо, наверное, положить этот рядом. Что-то из него лучше будет слышно. Номер 759. События дня. Эпиграф. Второзаконие 12.32. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляя к тому и не убавляя оттого за 10 января 2018 года. Интересно, я в другой раз говорю, просто говорю. И вдруг люди это берут себе, как какие-то афоризмы. Добрый плотник. Везде и всюду все закруглено. У Главатого нигде Бог не творил ничего. Это мои слова берет. Потом, вот почему я делаю мебель закругленную. Значит, Бог дает такие чувствования. Спаси Христос. Алексей Куракин. Там речь шла о Никите. Послушник несет послушание. И думать тут ничего не надо. Это я для брата Виталия сейчас говорю. Что сказано делать, то и делать надо. И ничего от себя. Не надо ничего придумать и делать от себя, если на это нет благословения. Вы там слышите, нет? Володя, Никита? Да. Прежде чем что-то сделать, нужно спросить и взять благословение у старшего-то и ни у кого другого. Солдат несет службу. У него есть устав. Он его не нарушает и ничего своего не вводит. А если есть что сказать или изменить, то он об этом докладывает и уже потом решает всякое дело. И никакой тут инструкции не надо, как ты говоришь, брат Виталий, что тебя не инструктировали. Не будь своевольным, брат. Искорени это из себя. Дмитрий. Освободи себя от несмирения. Смирись и будь кроток. Учись о том, пока есть возможность. Какой-то пишет, я имена не буду считать, как какие-то буквы. И в другом ролике ничего не понял, а в этом все понял. Очень интересный подход к Никитиному поведению. Режим строгий. Напомнило, когда я работал за границей. Так там, в реалии начальство, требуют себя. И ты не можешь допустить ошибки. А тут просто воспитание. Но тут старика нужно благодарить до конца жизни. Молодец. Николай Иванов, спасибо за видео. Прямо как у меня было на работе-то. Только у меня в подчинении таких Никит было 25. Я знаю, что это такое заставит только начать думать таких людей. Дай Бог вам огромного терпения и выдержки. Слава Христу. И вот у нас ролик. Ну, обычно ролик, что там, 10-20 человек посещает, 100 за день. А если уже пошло кверху, бывает до тысячи посещений. Но это редко. Ну, а в общей-то сложности уже посещение этих 10 миллионов. 10 миллионов с лишним. А тут что? Мы сидим завтракаем. Нас попросили. А как вы завтракаете? А что у вас, пищу? Ну, мы специально не готовили. Но именно... Просто сели обедаем. Никогда не ожидал, что такое будет. Называется «Завтрак. Как хорошо в деревне православном». Вот зарядите в Google это и найдете. 123 тысячи, 135 просмотров. Из них 624 палец вверх поднятый большой, а 243 вниз. Каждый день я снимаю, ну, не знаю, сколько, не ошибиться, примерно по 10. Уничтожать приходится отзывов. Одни матерки. Такими матами гонят за что? Голодная. Голодная. Он ничего не может сделать. Он воет, шакал какой-то придет и воет. Это не человек. Это в образе шакала, сатана подходит. Ну, что можно ругать? А я теперь решил показать, какие отзывы были. Если можете, посчитайте. Это не за один день отзывы были. Вот последнюю неделю много. Ну, отзывы-то 624-то это тоже. В три почти раза больше. Ну, в два-то это точно с половиной. Вот. Вкусно так едите. Самому захотелось. Спасибо, Господи, вас. Я не буду фамилии называть, сами смотрите. Тут не прочитаешь. Здравствуйте, я мусульманин, и мне приятно смотреть на таких чистых душой людей. Дай Аллах вам здоровья. Наша страна нуждается в очищении душ. Столько грязи везде. Я просто устал. Только вере во Всевышнего. Вера спасет каждого из нас. С вами Бог. Дальше. Я боюсь представить, что они на обед едят. Виталий Виноградов. Да это не завтрак, это обед с ужином. Дмитрий Бурлаков. Благослови вас всех, Господь. Я буду фамилии называть, а где, если непонятно, пропускаю. Фариас Дадаев. Мужики, да вы молодцы, в городе жрать нечего, работы нет. В общем, Бог в помощь, батюшка. Можно спросить, почему нет информации о пожертвовании ни на сайте, нигде. Завести карту Сбербанка не проблема. Вы же не мошенники. Кто захочет, тот поддержит. Правильно. Когда мы ей нужно было ехать на миссию, мы даже объявляли, Сергей сделал это дело-то. А так, что просить? У каждого своего мало. Я один раз у Игоря поговорил, Барабаша, чтобы кто как может, помогли купить ему комбайн новый. Ну, речь-то идет о миллионах-то, но и ничего нет. У меня еще было, я положил там, для того, чтобы начать приращивать к чему-то. Александр Иванов. В ресторанных ценах? Да это в ресторане не подадут. Ну, еще кто-то тут, не могу просчитать даже. Смотреть за компьютером, видимо, и реально жить в тех условиях, это несоизмеримо разные вещи. Дед совсем не прост. Так, чтобы ту пайку получать, надо напахаться. Это сто процентов рабства. Все восхваляющее, а оторвать задницу от теплого унитаза-то, да и к делу. К деду. Вот это правильно. Правильно, правильно. Очень даже правильно. Так, Рустам Амедов пишет, батюшка оригинальный, не то, что в Москве, а черные икры нажирались. Ле-ле-ле пишет. В стройке послушники нам, конечно, уже поздно, но с удовольствием поселились бы рядом с вами, настоящими русскими людьми. Рядом с вами настоящая жизнь, честная. Храни вас Господь. Вы хранители наших традиций. Елена Кильдина. Одна красота на такое смотреть. Крымский лишай, сам себя назвал так. Этот дедок должен быть патриархом, а не гундяев, зажравшийся лицемер, показушник. Этот дед настоящий верующий. То есть я не выбирал хорошие, плохие отзывы, там меня в других местах ругают, но матерки, ну не могу я ставить просто. Рома. Мы детьми были, хотели поймать голубя и приготовить, так соседи у Щискова вызвали. Целая история была. Елена Царенкова. Молодцы. Денис Максимкин. Вкуснотища. Это где такое? И тут один называется наглый котяр. Духовное воспитание – настоящая история. Вот этого сейчас не хватает. Эркин Сахи. Только после рыбы молоком лучше не увлекаться. Андрей Мухожев. А где вы находитесь? Хочу от беса алкоголя избавиться. Еще тут один. Здравый мозг у дедушки. Артур Смирнов. С Рождеством. Тарас Бульба. Посмотрел, как едят. Сам бурьброд сделал, да и поел. Дедок правильно все говорит. Ни грамма лукавства. Эркин Сахи. Где есть истинная вера, неважно, будь то ислам, буддизм или христианство. Смотреть Люба. Все, что нужно, всегда есть. Всем здравия. Алекс. Рацион разнообразный. Так в городе поесть по деньгам весомо будет. Никита Ковстарев. Голуби? Серьезно? А вы знакомы с орнитозом? Вряд ли употреблять эту птицу в пищу. Хорошая идея-то. Болезнь-то серьезная. Они не знают, что есть только один ресторан в Египте. Там едва-едва нашли, с Франции приехали, где дают жареных и фаршированных голубей. На голубях ресторан стоит. Это самая диетическая пища. Обваришь, да какой там орнитоз, а там вообще ничего нету. Глупости было. Я когда еще, не знаю, в школе, кажется, учился, мне нужно было, где голубей много держал. Из селекции на зиму сделать. Сразу больше трехсот только его заколол. Мать называла рябчики их. Ободранная, теребленная, обжаренная в пищи русской. И на русском противне листики. На большом горками лежали. Ну, 300, представь. Наталья. Так просто. Самое главное страха нет, что исходит от коммунальщиков-то. Какая благодать? То есть коммунальщики за квартиру, там все это, за газ, за все. Тут непонятно, кто такая пишет. Я хотел бы напомнить, что 31 декабря 2015 года в стратегии национальной безопасности Российской Федерации одним из приоритетов России на долгосрочную перспективу является, кавычки, закрепление за ней статуса одной из лидирующих мировых держав. В реальности мы видим, что творится в образцово-показательной сельской семье. Лиза Пескова аплодирует стоя. Кто-то говорит. Кто она Пескова, я ее не знаю. Олег. Фамилия неизвестна что. Хотелось бы вам на лето пожить. Есть такие волонтерские группы, где собираются единомышленники и вместе строят избу. Попутно отдыхая на природе. Бесплатно. Ну, у нас тут нету. Сами как-то поправляемся. Незнакомых стараемся не допускать. А Андрея Сурова пишет, что у меня тоже православная деревня. Можете посмотреть видео. Нет жидов, биткоинов. Тоже не знаю, кто такие. И, так по-моему, говна. Может, говна, не знаю. И переходим на натурхозяйство. Сегодня вот пруд вырыли с православными христианами. Не знаю. Я посмотрел, но не видел, что вырыли. Как и там заросший пруд. Вика Калуцкая. Оператор. Покажите ваше лицо. Кто снимал? Лицо хоть маленько показывайте тогда. Вова, ты слышишь меня? Да, слышу. Так, шумелка. Лайк за кота. Лайк это вроде положительно. Эрмек Ахметов. Дед красава. Какая у него сильная вера. Слово вера с большой буквы. Или какой-то пишет. Приятного аппетита. Еще один. Так-то вразумительно высказал дед. Егор какой-то. Дальше. Как хорошо у вас, храни вас Бог. Мир фантазии. Цельное молоко в городе не достать. Влад Подольский. Вы хорошие люди, но ваши будни мне не понять. Наверное, я не прав. Да прости меня, Господь. Мадам Абдель. Классно. Продукты натуральные. Я тоже хлеб пеку сама. Без дрожжей и яиц. Молоко вкусное на здоровье. Обожаю соленья. Суп я гороховый люблю из щечевицы. Из рыбы ем красную и карася. У него много сходится, что мы едим. И карася. Петр Вершинин. Шесть дней назад. Слава Богу. Еще валенок какой-то игральных. Прекрасное утро. Такого хлеба накупишь. Душевный дед. Такого, наверное. Специально ошибки делаешь, чтобы не догнали их. Хорошо, вкусно кушают. Александр Локотков. Иргалев. Приятного аппетита. Хороший аппетит. Значит, здоровье в отличном состоянии. Шура. Немцы вареный картопель не едят. Вот сначала варят, а потом жарят. Это уж ничего в нем и нету. Первое, это печеное. Вот пополам разрезаем на плиту и против нем закрываем. И с двух сторон и едим. Ну, дальше вареное. Варят, когда в кожуре. На втором месте. По витаминности, по всему. А очищенное на третьем. А жареное на четвертом. А это, если вареное дожарит, это уже на двадцать пятом. Молодцы. Санжар собирают. Молодец, батька. Уча дачи вам. Еще Руслан пишет. Дай вам Бог. А там как-то это можно резать и есть голубей. Все. Один вопрос. Говорит. А если я верующий, но не хожу в церковь, не соблюдаю посты и все такое. Могу ли я купить землю и построить дом, чтобы жить в потеряевке? Это я, например, разводить кроликов на мясо. Ну, надо переговорить. Если не пьете, не курите, не материтесь, не воруете, не лжете. Пять условий. Вопрос второй. Сколько примерно будет стоить земля и построить дом в потеряевке? Ну, строить сколько надо спрашивать, кто строит. Я не строил. Дома разные бывают. И строят там за миллион. А другой построят, может быть, за пятьсот тысяч. Сегодня все дорогое. Русначок. Как я уже писал в предыдущих ваших видео, что я баптистка. И вот побудешь в воскресенье на служении, это или другой день-то, Господь касается сердца моего, приходит умиление, радость, мирное сердце. И вот закончилось служение, и не хочется переступать порог молитвен от дома, на улицу, потому что там все другое, мирское. Я прям физически это ощущаю. Потому что попадаешь в другой мир. Честно скажу, что даже видеть никого не хочется, ни с кем общаться не хочется. А в селе, где все такие вот христиане-то, это здорово. Валерий. А почему вы не во главе стола сидите, как старейшина? Ну как, где там сидеть, я не понял, где Никита там сидит? Роман Фроликов. Ну это уже о другом. Вот по одному ролику, где мы едим, ну там 400, наверное, человек зашло, которые с матерками. А ничего нету, только едим вот такие отзывы, что это голодные люди. Я им скидку делаю. Голодные, видно, что вкусно едим. И куплено, бывает, там что-то приносят. А вам не носут. Так вы не забывайте, что мы и работаем. Если он у ней работает бесплатно, и она что-то принесла, тем более. Мне что-то в карман суют, я захожу иногда, там орешки кедровые или что-то. Я говорю, ну зачем это? Ой, вы столько для нас сделали. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Нет. Роман Фроликов. Вот заметьте, вот Роман Фроликов был. Ну, не полный двое суток, кажется, был. И там за определенные дела я его оттуда выпроводил просто. Как говорится, выгнал. Его увезли. И ни одного плохого слова не сказал. Виталий был. Та же история его постигла. Жил дольше, но так же пришлось прогнать. В буквальном смысле уехал. И говорит, теперь я понял, сколько мне там было открыто. Ни одного слова, ни Романа, ни Виталия не сказали. Ни одного. Были. Притом расстались вот таким. Ну, расстались, конечно, помолились мы, все. Вот пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович, у меня вопрос к вам. Можно ли отсасывать на своей ране свою кровь у себя? Или, другими словами, залезать в свою рану? Бывает, советуют отсосать яд из укуса пчелы и выплюнуть его. Можно ли это делать на укусе пчелой-то? Змеей другого человека. Яд еще и можно, если во рту нет ссадин, язвы или порезов, чтобы туда только не попал яд. Интересно. Ну, иногда там же, значит, оропчет. И вот такое было, она не роптала, а скорбела. Первая, Сарс 1.8. И сказала ей, Лкана, муж ее, Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше для тебя десяти сыновей? Вот весь ответ. Внуши, а ты там долго нет. Да не лучше для тебя десяти сыновей? Десяти. Юрий Соболов. Слава Вышьей Богу на земле! Мир в человеках благоволения! Лука 2.14. С Рождеством Христовым! Мир вам, Игнатий Тихонович, и вашей общине праздничный поклон! Мир вам, Игнатий Тихонович! Вчера, по Божьей милости, завершили цикл занятий по Евангелию от Иоанна. Без преувеличения скажу, что без ваших материалов, Игнатий Тихонович, моя подготовка к этим лекциям была бы несравненно скуднее. Всегда мой благодарный поклон вам. Сейчас идут переговоры о предоставлении помещения для дальнейшего изучения Священного Писания. То есть они были при храме, их выгнали оттуда. Вот что творят. Прошу молитв ваших об этом, чтобы дело благовестия не прекращалось здесь у нас. Его препятствий немало. Противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Сирахов 6.17. Каков он сам, таким делается и друг его. Противник ваш дьявол ходит, как дьявол, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Это первое Петра еще показал в 5.8. Понравился ролик, называется Сирахов 6.17. Каков он сам, таким делается и друг его. Многое из того, что говорит сей собеседник, мог бы сказать и я. Признаться, тоже подосадовал, когда смотрел ролик про подкаблучников-то, что брат Володя вас от сна пробудил-то. Утешал себя лишь тем, что, быть может, как и давний ролик, из-под покрывала палаткой-то. Так именно и задуман был. Еще хочу вопросить про вашу занозу. Извлекли ли, не беспокоит ли? Ну, как сказать, излег, не излег. Ковырял, ковырял Володя после этого. Нет, он стал загнивать. Я говорю, она загнила и выйдет. И ничего не вытащил. Но давлю еще больно. Видимо, она заросла, там и осталась. Как только нажимаю, так и сразу чувствую. Вчера в Сынишке нужно было достать тоже занозу. Он мандражировал. Там привел в пример вас. Как должен мужественно христианин держаться при таких телесных испытаниях? Есть вопрос, Игнатий Тихонович. Думаю, уже несколько дней задавать или нет. Он нет надмене ума. Нет. На рождественской службе в храме пришла в голову такая мысль. И я размышлял, размышлял и задумался ли Христос. Ведь Бог и так знает все. У него, как время, все в одном мгновении вечности. Так и мысль-то, слово, дело. Неразлучны. Или по человеческой природе Господь все же размышлял. Кроме поста и молитвы, например, что делал Господь в пустыне-то? Что он там делал-то? Человек в одиночестве всегда размышляет. Пересчитал написанное. Если сочтете неподобающим этот вопрос, Игнатий Тихонович, просто удалите его и в события дня даже не вставляйте. И покорно смирюсь. Вас же молитвенно обнимаю. Храни вас Господь. Вот сколько он любящих слов напустил мне. Я отвечаю. Иисус Христос есть Бога-человек. Истинный Бог и истинный человек. А одни могут легко принять первую часть, что он Бог, и никак не хотят поверить, что он по человечеству ничем не отличался от каждого человека, кроме как не имел греха и не поддержан был страстям. Что он был Бог, говорит нам все Священное Писание. Вот мусульмане 2 миллиарда с лишним 1300 лет не верят. Они, веря в Него, не имеют жизни вечной. Верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную. Неверующие в Сына Божий не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Евангелие Тиана 3, 36. Деяния апостолов 4, 12. Нет другого имя под небом данного человека, которым воздрежало бы нам спастись. Нет. А говорят по-иному. Галатам 1 глава 8-9 стих. Если бы мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет анафема. Всем анафема. Всем. Кто против книгу какую-то напишет, кто сказал, кто по откровению какому-то, кто бы там ни был, который мормона там везде, откровением было о Христе. Это от беса откровение-то. Как же так? Против Евангелия. Это никак не годится. А теперь, что он Бог говорит? Об этом говорит все Священное Писание. Вот послушайте, кто если хочет. Я-то еще не отвечу. На вопрос я начинаю отвечать. Если я начинаю отвечать, я должен ответить не сам, а Слово Божие. Посчитайте, сколько мест я привожу из Священного Писания, стихов. Первое, это Иоанна, Евангелие 1-1. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Христос назван Богом. Иоанна 10-35. Если он назвал Богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, то есть князей называл. Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохольствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дела Отца Моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем. Первое, Тимофея 3-16. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Ну куда денешь-то? Кому верить-то? Каким-то откровением бесовским? Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал ангелам. Показал ангелам. Проповедом в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. И 1 Петра 3-22. Который вошед на небо пребывает одесну и Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Ну, вот так. А теперь я буду показывать другие места Писания. Вы записываете или как? Ефесянам 4-8-10. Посему и сказано, вошед на высоту принял плены до лдары человеком. А вошел что значит? Как не то, что он исходил прежде в преисподние места земли. И шедший он, если вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. А кто это? Превыше всех небес Бог. Их отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог. Кто Христос по плоти? Сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Вот сколько мест? Прямо четко произносится, что Иисус Христос – Бог. 1 Иоанна 5-20. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем Бога истинного и добудем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная. Вот Иисус есть истинный Бог и жизнь вечная. И вот 1 Иоанна 5-20. Евреям 1-8-13. А о Сыне престол Твой Божия. Божия. Век века. Жезл Царства, это Жезл Правоты, Богом называет. Исайя 7-14. Итак, Сам Господь даст вам знамение. Сиди Его в очреве, примет и родит Сына, и нарекует имя Имя Эммануил. А что это означает? Эммануил – с нами Бог. Вот. Это не я перевожу. Это переводят и евреи так. Исайя 9-6. Ибо младенец родился нам, Сын дан нам владыщество на раменах Его, и нарекут имя Ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Матфея 1-23. Все девы в очреве, примет и родит Сына, и нарекут Ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Вот как переводится. Это не я перевожу это тут. Вот считайте, сколько мест Писания нам дает Священное Писание. Филиппийцам 2-6-11. Он, будучи образом Божиим, не посчитал хищением быть равным Богу. Уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонила всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповел, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца. Псалом 109. Псалом Давида. И сказал Господь Господу моему, сидя деснуй меня, доколе положу врагов Твоих в подножия ног Твоих. Сказал Господь кому? Господу. Его Господу Господом называет. Другие миллиарды никак не могут вместить в себя то, что Иисус был и истинный, и есть человек, нераздельный, и не слиянно с Отцом своим небесным. Марка 10.32. А где же о том или счастье никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Мусульмане за это цепляются, он Бог, если не Бог, а как он не знает, а Бог все знает, по человечеству не знает. Матфея 26.39. И отойдя немного, то есть когда Господь молился в садуге в Семанском, рядом были ученики, и оказывается, и здесь еще можно увидеть. Пал на лесо свое молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сияв, впрочем, не как я хочу, но как ты. 1 Коринфянам 15.47. 1 Человек из земли перстный, 2 Человек – Господь с неба. Господь. Деяния. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь, Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своею. То есть он был как человек, у него кровь была. Евреям 2.14. «Как дети причастны плоти и крови, то и он так же воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющую державу смерти, то есть дьявола». Так, на минуточку отойду, Голубка выпустить надо. Почему он у него лазит? Почему ты не выходишь-то, а? Что такое? Ну, иди сюда. Ну, хороший мой Голубок. Да ему тут хорошо, приятно было бы. Вот он иди. Вот так. Той, 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 той. Давай. Вытащил я его, показать надо было. Евреям 4.15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Видишь, как искушен. А где священник? Слово есть в Новом Завете. Ну, если он первосвященник, да, значит, первый-то над кем-то, главный начальник, значит, там еще есть пониже. Евреям 7.26. «Таков и должен быть у нас первосвященник святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. А с переменной священства должно быть перемене закона. С переменной, но не отменной. Как человек, он возрастал, учился, размышлял, пил, ел, спал, жалел, прослезился, гневался и прочее. Совсем согласно, а что гневался, не согласно. Слушайте внимательно. Надо считать Слово Божие, что он размышлял. Так он Бог. Я говорю, он человек был. Одновременно. Слово Божие, если я на ней раздельно. Лука 1.80. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Был в пустынях, а до этого, что возрастал. А что возрастать-то? Он Бог? Нет, не так, однако. Он возрастал. Младенец же 2.40 возрастал и укреплялся духом, исполняясь при мудрости, и благодати Божией была на нем. Марка 3.5. «Возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, говорит тому человеку, протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорового, как другая. Как возрел с гневом? Ну, гневался или нет? Гневался. Прямо написано, не надо лгать, заступаться за Бога, как Евговорит. Марка 4.38. «А он спал на корме на возглавии». Его будет, и говорят, учитель, «Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» То есть он спал, уставший был, вот так. И тоже надо это признать, это только к человеку относится. Это божество постоянное, это константа. Бог не может ни гневаться, ни изменяться. Вчера, сегодня и во веки тоже и Христос был. Но здесь говорится о Боге невидимом. Лука 7.34. Во, как улетело все у меня, что-то я задел. «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, ест и пьет». И говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мотарям и грешникам. Ян 12.28. «После того Иисус знает, что уже все совершилось, да сбоится Писание и говорит жажду». То есть и жажда у него была. 2 Коринфянам 5.16. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то и ныне уже не знаем. То есть такого, который страдал, потом покрылось лицо его, капало, как человека. Такого мы не знаем. Теперь он прославлен и этих кащет, что жажда и прочего у него уже нет. В пустыне Христос не просто был, сидел на камне, но он просматривал всю историю грехопадения человека и путь спасения, созданного по образу Божьего человека. Он видел эту чашу гнева перед собой. Он размышлял и задумывался. Откуда известно? Ну, откуда так? Об этом и говорится, что он пришел и добровольно пошел на страдания. Это возлюбил мир. Как возлюбить, если не думать, что они погибли? Марка 14.36. И говорит, «Авва, отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты?» Пронеси чашу – это по человечеству. Тоже страх был. Да будет воля твоя. Ничего я хочу, а чего ты? Это по Божеству. Ответ я пишу, я дал, он в скайпе на вашей странице. Заберите, он большой получился. Юрий Соболев. «Спаси Христос! По прибытии домой сразу к компьютеру». Еще раз благодарю, Игнатий Тихонович. Прошло время, пишет. «Сердечно благодарю, Игнатий Тихонович, за такой обстоятельный, глубокий ответ во свете Святой Библии. Желал бы я, чтобы многие услышали его. Поэтому, если сочтете нужным, озвучьте, пожалуйста, ваш ответ в событиях дня на пользу многим. Спаси Христос». Ну, вот я сейчас скажу. Самые знаменитые, которые священники ходят, говорят, ну, никто не будет так отвечать. Повторяю, никто. Не потому, что они плохие, они так научены. Иосифов отвечать не будет. Вот я привел, допустим, 40 мест Библии. Но моих-то слов-то здесь и нет нигде. Нету. Все доказано. Люди пришли к Богу. Он начинает, другой молотит, молотит языком. Как верить? Ты умер, и проверить нельзя. Вот я сказал, а ты не веришь. Кому не веришь, я вопрос задам. Мне? Моего тут нету. Мои слова, где встречаются, соединительные, выкинь их. Убери. Снова прочитай, что говорит Святая Библия. Ну, и тогда понятно будет. Мы тут сегодня отправляем в два места книги. Просят люди уже заранее заплатить. Квиток показали тут все. Я отвечаю, хорошо, завтра курьера пошлю на главпочтам. Посылаем вам новый завет с толкованием, трехтомник. К вечеру буду знать номер идентификационный. И пошлю вам для слежения за движением посылки. Галенда Михалиди пишет. Игнатий Тихонович, мир вам, крепкого здоровья вам. Пишет вам Галина из Казахстана. Каждый день смотрю ваши видеоролики. Вы – величайший человек души. Бог с вами. Хотелось бы еще больше роликов про ваших кошек, палю, буску. Спасибо вам большое, что вы есть. У меня есть вопрос. У меня дома много икон. Можно ли молиться только дома, или нужно обязательно посещать церковь? Спасибо. Павлодар, Казахстан, Михаил, Лени, Галина. Я отвечаю, мир вам, Галина. Вы слона уберите, а свое фото поставьте. У нее слон вместо себя. Можно и дома, и в дороге. Повсюду молиться. Церковь, созданная Христом, дана нам, как лечебница и как любящая мать для детей своих. Где вы сможете причаститься к тайнам Христовых-то? А без таинств жизни спасительной в человеке не обещано Христом. Это возможно только и только через смещенников Божиих. Матфея 16, 18. И я говорю тебе, ты, Петр, на семь камней, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют его. Вот я теперь начинаю ей толковать, как писание, опять другой человек, другому описание. Откровение 2, 23. И детей его поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть им испытующие сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Иоанна 6, 53. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Отвечаю, нужно иметь общение друг с другом, ибо мы ветви на виноградной лозе, и не можем сидеть отдельно в кувшине. Но только на лозе. Вот мои слова, это мои, вот эти две с половиной строчки-то. А дальше эти слова свои я просто копирую из Слово Божие. Вот смотрите, что это дало. 1 Иоанна 1, 7. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, ощущает нас от всякого греха. Общение друг с другом. Иоанна 5, 15, 4. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. 5. Есть в лозавой ветви, кто пребывает во мне, и я в нем. Тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. И написано даже да, не оставляйте собрания вашего, как есть обычаи некоторые. Не оставляйте. Зачем бы писано это было? Соблюдайте все посты неукоснительные, и не пропускайте служб в субботу и вечером, и в воскресенье утром, а то минимум. Серахов 8, 31. «Всею душою твоей благоговей перед Господом и уважай священников Его». Галатам 1, 8. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема? Галина. Игнатий Тихонович, спасибо вам большое, что вы ответили. Можно сына фотом поставить. Есть пару фото и везде в очках. «Я рада, засыпаюсь с вами и просыпаюсь с вами». И сын тоже молится, вас смотрит. Много вы ему не научили. Можно вопрос. Почему, когда я посещаю церковь, приеду домой, дома, ссора, скандал начинается из ниоткуда? А почему? Я ведь с душою, а муж мой не верует. Вот скажу, что ко мне заходит еще один Тамрустан. Вот точно такие же слова. Он крест снимает, ему хорошо. Считает Библию с толкованием, плохо. Ну то есть, явно сатана работает. Ты так и понимаешь. Я отвечаю, Галина, не повторяйтесь. У меня нет времени отвечать. Ставьте свое. Только свое фото с очками. Свое. И если так реагирует неверующий на ваше посещение, храм, а это и говорит, что храм это святое, а гнев от врага душ человеческих, вот как. Обязательно ходите, а иначе трусливый ждет огонь вечный. Галина, значит, в переводе на русский язык. Тишина. Вот и утишься. Свои помыслы не ставь выше божественного писания. Это Бог вам в помощь. Связь окончена. Галина. Спасибо вам большое. Да хранит вас Господь Бог. Моя мечта приехать к вам и побеседовать с вами. С ней закончили. Я пишу в администрацию наших ресурсов. Я-то не я выставляю, а в администрации. Прошу не выставлять обычные по 7 видеороликов каждую неделю. Это там Библия, Добротолюбие, проповеди, Златоуст, Архипелагу. То есть ничего этого и иного. Если будет новое, не выставлять. Не закачивать. Почему? Потому что мне нужно будет опубликовать всё, что новое появилось. Мне скинули наши ролики, которые уже обработаны. И стратить весь ресурс. И тогда я дам вам сигнал, что пора ставить то, что ныне ставится раз в неделю. Архипелаг, Златоуст и прочее. Больше то, пока не ставьте. То. Вчера мне подкинули один ролик. Неудобные вопросы для РПЦ и других религий. С.В. Тараскин. Название такое. А дальше, ну внизу, вот я показываю, как выглядит. Я отвечаю, который мне скинул парню. Пусть этот сытый, бритый ивачках, он такой тот, Тараскин, выйдет на меня по скайпу. Скажите ему об этом. И я отвечу ему не только на эти вопросы, но и на другие, которые могут возникнуть. При его согласии могу ему задать один вопрос. А на возникшие подвопросы попрошу ответить как раз по его коммунистическим воззрениям. Милости просим. Он коммунист. Я говорю Тараскину. Мир вам. Заходите по скайпу. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Хотя бы их были тысячи. Вставляйте. Игнатий. Десять. На нашем сайте есть 4124 ответа на вопросы, которые мне задавали в университетах, в милиции, в воинских частях, в школах, на радио и телевидении, в тюрьмах и лагерях. Где мне приходилось выступать и вести занятия по изучению Святой Библии, по картинным галереям мира и прочее, по поэзии всего мира, по истории церкви, по еврейскому вопросу и по коммунистическим совопросникам в течение 55 лет. Чтобы ему передали, письмо составил. Светлана Скобелева, здравствуйте. Хотела вам выразить свое восхищение вашей образованностью, начитанностью и грамотным построением речи. Постоянно смотрю вас по Ютубу. Спасибо за ваш труд. Ютуб смотрит. Вот сегодня я только выставил новое это и посмотрел сколько, 12 роликов. Чтобы прослушать, потребуется 26 часов. При всем желании невозможно все прослушать. Но это не всегда так. Но это новые вышли. Они не стали дробить ролики, а они как там файлы, дорожка, 2 часа там, 5-10 минут. Так и выставляют сейчас. Я попросил. Андрей Александров. Игнать Тихонович, есть ли у вас на канале или на сайте толкование книг Ветхого Завета? И как вы относитесь к труду Карипанова? Вот понимаете, вот там Тараскина, тут Карипанов. Я не успеваю отвечать, ну где он находится. Я говорю, толкование на Ветхий Завет выставить через несколько дней на нашем видеоканале. Так, думаю, пока выставлять буду. Сегодня уже я начал выставить. Феодорит Кирский. Многое есть от святого Иоанна Златоуса на Бытие, на Псалтырь, на Порока Исаию и иное. Карипанова не слышал, но посмотрел, что он руководитель высших миссионерских курсов. Надпись. Это название говорит о том, что этот человек не миссионер, что он не понимает самого назначения миссии, тем более еще и высшие курсы. Но миссионера нет обучения, это труд Духа Святого. А остальное – лютый обман. Миссионеры идут подвое, а тут целая гурьба бездельников и невежд, делающиеся все злее, свирепее, под воздействием дворкиных и иных горя пастырей. Вот такой ответ может тоже кому-то не понравится. Но сегодня так уже и много получилось. Я думаю, все, хватит. С Богом.